Девушки отдыхают В первом матче команда отчаянно сражалась, но уступила вплоть до начала третьего периода, когда Андрею Стасю в большинстве удалось счет сравнять. В итоге спор с Северсталию решила лишь серия буллитов, а в ней вдохновенно сыграл голки перменчан Дмитрий Мельчаков и великолепно исполнил свой штрафной бросок Алексей Калюжный. Победа 2-1. Казалось бы, после такого игра команды пойдет по нарастающей. Однако вместо этого случилась Черная Суббота. Противостояние с Атлантом. Уже в первом периоде в ворота Зубров влетело 5 шайб. Дальнейшее, в том числе ответный гол Виталия Кирющенкова, значения уже не имело. 1-7. Маятник болельщицких ожиданий качнулся в противоположную сторону. От поединка с второй командой Запада Питерским СКА все ждали провала. Вышло иначе. Динамовцы собрались и выдали отличную игру. По окончании второго периода хозяева даже вели в счете после точных бросков Александра Китарова и Андрея Стася. 2-1. И лишь усталость в третьем периоде не позволила добыть заслуженные очки. 2-3. Зато в матче с Локомотивом взять полноценное 3 балла и порадовать своих болельщиков перед продолжительной олимпийской паузой удалось. Томаш Суровый открыл счет. Александр Матерухин развил преимущество, а Алексей Калюжный убил интригу. Жаль, что ярославцы испортили сухарь Дмитрию Мельчакову. Но и только. 3-1. Теперь следующего большого хоккея ждать на Минск-арене лишь 2-го марта.